шалом сегодня и на протяжении нескольких следующих недель посмотрим как получится мы поговорим об истории раннего мессианского движения или что для меня лично то же самое истории церкви ранней церкви я не специалист ни по истории вообще не по истории иудаизма и христианства в частности поэтому в этой серии программ представляю не столько свои собственные мнения или взгляды сколько позицию одного профессионального историка исследователя доктора оскара скоршавна он является автором нескольких книг в том числе очень интересные книги под названием in the shadow of the temple по-русски это означает в тени храма на русский язык эта книга насколько я знаю не переведена и вот в нескольких программах я постараюсь сделать обзор для тех кто темой интересуется но по-английски не читает или предпочитает слушать не читать книгу я эту выбрал не потому что во всем согласен с ее автором а по другой причине во первых мне сама тема очень интересна и во вторых книга написано специалистом который с одной стороны действительно прекрасно владеет материалом так сказать то есть он знаком с самыми разными еврейскими источниками греческими а с другой стороны она на списке написано языком доступным для не специалиста то есть для меня возможно также и для вас если вы не специалист а ну что ж начнем первая глава книги а заглавлено культурное измерение иудаизм и эллинизм и если вы слушаете внимательно то вы возможно уже обратили внимание на то что речь пойдет не об истории церкви вообще а об истории ранней церкви то есть и тогда возможно вы удивитесь и скажете стоп причем тут эллинизм если мы говорим о раннем мессианском движении ведь там где греки и их влияние там уже не самая ранняя церковь потому что изначально это движение было чисто еврейским разве не так вот об этом мы сегодня и потолкуем скоршам начинает свою книгу с разговора о восстании маковеев которое было когда 167 166 годах до нашей эры вы можете задать вопрос а не рановато ли мы берем если предмет вообще ранняя церковь то есть движение родившиеся в 30-х годах нашей эры примерно через 200 лет после маковеев автор утверждает что совсем не рано и вот почему конечно же сам и шо и первые его ученики были исключительно евреи но каким был их иудаизм в представлении очень многих христиан и особенно протестантов это был иудаизм танаха то есть это была та же самая религия думают они которые исповедовали а автор пяти книжей моисей автор псалмов царь давид ну или какой-то другой из авторов псалмов потому что давид был не единственным автором псалмов это была та же самая религия у ешу и его учеников что исповедовали все пророки которые написали соответственно пророческие книги танаха так вот представление это обманчивое своей простотой если с ним не расстаться то многие вещи в новом завете и истории ранней церкви будут нами поняты совершенно неправильно и дело тут вот в чем дело в том что в промежуток времени между последним пророком танаха малахий и первым веком нашей эры а это довольно большой промежуток 400 лет в иудаизме произошли некоторые очень важные вещи и не поняв их мы не поймем а в каких условиях родилось движение учеников ешуа вернувшись в иудею из вавилонского изгнания евреи жили там 400 лет почти под властью под властью иностранных правителей это были персы греки египтяне и что касается религии то все эти правители обычно предоставляли евреев самим себе то есть они уважали еврейские обряды и традиции в центре которых был храм и не трогали ни сам храм не священников и таким образом у евреев сохранялась некоторая автономия и при этом официальным представителем народа перед иностранными хозяевами был первосвященник и вот такая ситуация продолжалась до первых десятилетий после двухсотого года до нашей эры в то время админирующей силой в регионе были селевкиды и кто чтобы понять кто это такие мы отступим еще чуть-чуть назад еще лет на сто с небольшим в истории значит в 312 году до нашей эры умер известнейшие известнейший такой человек как александр македонский его гигантская империя была разделена несколькими его полководцами между собой на самостоятельные государства правителя самого большого из них состав которого входило также и иудея и галилея звали селевк первый некатор и вот он то и был основателем династии селевкидов так вот с 312 года по 175 до нашей эры товарищи селевкиды товарищей евреев не трогали как и их предшественники а то есть они управляли они собирали налоги как и положено империи но в религиозную жизнь еврейскую не вмешивались однако в 175 году до нашей эры на престол взошел следующий представитель династии селевкидов по имени антиох и он был не не первый кто носил это имя поэтому вошел в историю как антиох четвертый и тогда политика поменялась то есть прежняя политика религиозной терпимости толерантности как сегодня принято говорить сменилась эллинизацией то есть навязыванием еврейской простите греческой культуры чем же все это дело закончилось вы дорогой читатель дорогой зритель вероятно слышали знаете это закончилось восстание маковеев которое было поднято в 167 году до нашей эры хануко вы тоже наверное знаете празднуется с тех самых пор в честь победы евреев в этом восстании и скашавн очень живо описывает скажем воображаемую сцену начала восстания с помощью цитат из первой книги маковеев это одна из тех неканонических книг которые не вошли в протестантскую библию и которые являются частью католической и православной библии там они называются второ каноническими вот что пишет скашавн представьте себе что вы живете в небольшой деревушке под названием модеин от себя добавлю что сегодня так называется одновременный этим же и названием называется современный израильский город который расположен совсем не подалеку от места исторического древнего модеина он примерно посредине между иерусалимом и тель-авивом а ситуация в деревне очень напряженная потому что прибыл офицер царя антиоха с царским приказом каждый житель деревни должен совершить жертвоприношение на языческом алтаре возведенным на торговой площади жители деревни к этому уже готовы слышали о том что произошло в иерусалиме а там было вот что языческий алтарь был возведен прямо на алтаре господа бога в его святом храме и на нем совершались жертвоприношения языческим богам закалывали на этом алтаре в том числе и свиней как же это называется ну понятно богохульство и осквернение храма но это еще не все все свитки торы были изъяты и сожжены тех кто не сдал хранившиеся у них свитки убивали если находили матерей которые обрезали новорожденных сыновей тоже убивали так что жители модрина очень хорошо знали что их ждет в случае не по на не повиновения царскому указу во второй главе первой книги маковеев сказано так и пришли от царя в город модеин принуждавшие к отступничеству чтобы приносить жертвы и многие из израиля пристали к ним далее представим себе группу людей стоящих на площади в стороне от других это старый священник по имени матафия и пятеро его сыновей йоханан шимон иуда которого которому позже дали прозвище макаби элиэзер и ионатан к ним подходит посланник царя и обращается к матафии с такими словами далее цитата из книги маковеев ты вождь ты славен и велик в этом городе и имеешь опору в сыновьях и братьях и так приступи теперь первый и исполни повеление царя как сделали это все народы и мужи иудейские и оставшиеся в иерусалиме и будешь ты и дом твой в числе друзей царских и ты и сыновья твои будете почтены и серебром и золотом и многими дарами отвечал матафия и сказал громким голосом если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его то я и сыновья мои и братья мои будем поступать по завету отцов наших помилуй нас бог чтобы оставить закон и постановление не влево не послушаем мы слов царя чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево когда перестал он говорить эти слова подошел муж иудьянин перед глазами всех чтобы принести по повелению царя иерусскую жертву на жертвенники который был в модине увидев это матафия возревновал и затрепетала внутренность его и воспламенилась ярость его по законе и он подбежав убил его при жертвеннике и в то же время убил мужа царского принуждавшего приносить жертву и разрушил жертвенник и возревновал он по законе как это сделал финие с замбрием сыном соломом и воскликнул матафия в городе громким голосом всякий кто ревнует по законе и стоит завете да идет вслед за мною убежал сам и сыновья его в горы оставив все что имели в городе так началось согласно согласно вот этой древней традиции этого древнего текста маковейское восстание которое завершилось 164 году до нашей эры победа евреев и установлением сначала частично автономного государства в иудее признанного греками а затем независимого еврейского государства который сохранял независимость до 63 года до нашей эры тогда 63 году началась эпоха римской оккупации и вот далее скоршав задает очень важный вопрос ради чего было поднято восстание ответ может показаться совершенно очевидным ну конечно же ради сохранения еврейской культуры иудаизма которые абсолютно не совместимы с греческой культурой именно за веру отцов сложили свои буйные головушки еврейские бойцы и мученики тех лет которые стоят в одном длинном ряду с многими предыдущими героями веры для которых поклонение единому богу и послушание торе было дороже самой жизни однако предыстория и обстоятельства подъема маковейского восстания указывают на то что взаимоотношения иудаизма и эллинизма не очень-то укладываются в эту черно-белую схему по которой выходит что мы хорошие они плохие в 1937 году немецкий еврейский ученый по имени элиас бикерман издал книгу посвященную восстанию маковеев которая как пишет скоршан уже давно стала классической своей книге бикерман утверждает две вещи во-первых он говорит что насильственную эллинизацию иерусалима начал не антиох а сами евреи и первая книга маковеев свидетельствует об этом вполне ясно в те дни вышли из израиля сыны беззаконные и убеждали многих говоря пойдем и заключим за союз с народами окружающими нас ибо с тех пор как мы отделились от них постигли нас многие бедствия и добрым показалось это слово в глазах их некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю и он дал им право исполнять установления языческие они построили в иерусалиме училище по обычаю языческому и установили у себя не обрезание и отступили от святого завета и соединились с язычниками и продались чтобы делать зло во второй и третий главах о той же самой книге мы находим дальнейшее подтверждение тому что изначально конфликт иудаизма с эллинизмом был чисто внутри еврейским первым врагом маковеев и их сторонников были не греки а евреи ратовавшие за эллинизацию разумеется они вряд ли призывали к отступничеству того же масштаба что навязал народу антиох но тем не менее первые практические шаги в этом направлении были сделаны отдельными евреями что в общем замечу от себя не так уж и удивительно в конце концов если верить танаху многие из наших бед постигали нас не как гром среди ясного неба а как суд божий за наши собственные грехи во-вторых бикерман утверждал что маковеи которые в дальнейшем основали хасманейское царство были сами подвержены эллинистическому влиянию спрашивается если это так то чё ж они воевали то с греками если сами были не такие уж кошерные евреи ответ такой их эллинизм был не того порядка что эллинизм антиоха эллинизм маковеев их потомков был совместим с основными столпами иудейской веры он был приспособлен к иудаизму так что в результате иудаизм был не подорван а обогащен и подробнее об этом влиянии греческой культуры на иудаизм эпохи второго храма в следующей программе спасибо шалом миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и и шоа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w. oasis defis media.tv